Запрос. Изыскание. Построительное здание в поселке Каратайка. Схема прикладываю. Сейчас будет схема. В программе работ уже отвержденный, значительный расчет максимальных уровней воды только по реке Янгарей. Более полноводную Каратайху, писавшую эту программу, почему-то не заметил. Сейчас покажу картинку, и все станет понятно. Ну, давайте сразу картинку. Значит, смысл какой? Течет река Каратайха. Я даже не успел сегодня посмотреть. Здесь стрелка не указана. Ну, условно давайте будем считать, потому что это все равно условно очень похоже по внешнему виду устья. Есть река, которая течет с юга на север. Большая Каратайха. В нее впадает другая река, тоже такая большая. Янгарей. Вот с востока. То есть это будет, если основная река течет с юга на север, то это будет правый приток. Вот здесь такое хорошее устье. Вот эта река, она и разветвленная, и извилистая, это тоже извилистая. В общем-то, все так-то очень интересно. То есть что? Все плоско, все разливается. Мы видим тут массу всяких старец здесь. Мы видим старец и здесь разного рода. Тут еще какое-то буйство водотоков. То есть я не знаю, где это. То есть я не успел сегодня посмотреть, найти более мелкую карту. Ну и неважно. Сейчас нам нужна идеология. Идеология. Какая идеология расчета от таких участков, когда имеют впадение в более крупную реку? То есть раз у нас населенный пункт Каратайка, вот он, значит у нас как бы уровни интересные в районе этого населенного пункта. В районе этого населенного пункта мы видим непосредственно большую реку, которая течет с востока на запад, река Янгарей, которая является притоком реки Каратайка. И он пишет выше, помните было написано, что в программе работ было рассчитано, написано, что определяем уровни воды по вот этому притоку. Ну правильно, естественно. Это уже другое дело, что мы должны с вами выяснить, какой генезис, какое происхождение, какие причины, определяющие наивысший уровень воды в этом месте, вот реки Янгарей. Ну и отсюда появляются мысли, что это может быть многое, что может быть здесь есть какое-то регулирование, которое мы не видим там выше, ниже, ну обычно ниже. То есть мы здесь многое чего не видим. Мы не видим, что возможно здесь есть там заторные участки, да, и может быть они определяют там наивысший уровень. Мы это ничего не знаем. Мы вот видим, что видим. И в основном сейчас сосредотачиваемся на том, как оценить влияние, вот такое, как просто сосчитать уровни воды, Ненецкий автономный округ, оказывается. Ну да, наверное, я не успел посмотреть, я просто воткнул и все, и вам сразу показываю. Вот. Сейчас нам вот идеология. Да, конечно, крайне важно вот не упустить то, что мы сейчас упускаем. Может быть там зажел доторно-зажерный участок, чего угодно. Но в целом идеология, когда у нас впадает один водоток в другой, или один водоток впадает в другой водоем. То есть не важно, куда впадает наш водоток, который вот в нашем расчетном створе. Это может быть и водоток, и водоем. Это может быть естественный, искусственный. И там различными способами определяются уровни воды уже вот в этом приемном водном объекте. В данном случае это река Каратайха. Там это могут быть тоже искусственные уровни воды. Это могут быть подпорные. Это могут быть там разного рода подпоры. Это могут быть... Здесь может быть, кстати, здесь может быть ниже, например. Мы же, я не посмотрел, вот вы посмотрели, что Ненецкий. А может быть там вот прямо вот здесь, вот может быть там водохранилище. Или может быть там озеро. Или может быть там море. И может быть на этом море бывают там цунами, или нагоны, или... Ну, в общем, что-то еще. сегодня а вот просто основная общая идеология рисуем такой продольный профиль наоборот но считаем но все равно понятно здесь стрелочку надо показать что у нас течение что это вот водоток вот он течет здесь у нас есть что-то что угодно вот в разрезе это тоже может водотоком водотоком который течет от нас или водоток который течет на нас данном случае эти уровни воды просто вот они разные здесь надо нарисовать динамику такой показать что они много-много-много разных уровней воды в водотоке много разных уровней воды в приемном водном объекте который может быть водоток водоем и а это динамика и нам интересны эти наивысшие вот эти наивысшие уровни они вот какие какая здесь вот идеология расчет таких участков идеология такая надо показать где наш створ где наш створ наш Наш створ может быть на участке один оказаться, то есть он не подвержен влиянию наивысшего уровня воды вот этого приемника. Наш створ может быть как бы на реке, здесь вот в межене, скажем, течет, 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 течет. Он может быть вот в этом, в третьей зоне, да? То есть вот этими красными вертикальными линиями я разделил по длине участок на три зоны. И условно говоря, верхний первый, средний второй и нижний третий. И наш формально участок может располагаться, потому что если мы смотрим на карту в межене, мы все равно это считаем, а это водоток, 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 водоток. Вот, поэтому зависит от того, куда попадает ваш створ. Но для того, чтобы понять, куда попадает створ, надо рассчитать, надо рассчитать наивысший уровень воды непосредственно самого вот этого водотока. Где бы он ни распоголадался, в зоне один, два или три. Рассчитать наивысший уровень воды приемника, независимо от того, где будет располагаться наш створ. Просто рассчитать по нему. Нанести эти две линии, эту горизонтальную линию продлить в ней горизонтально, вот эту продлить сюда. И тут у нас, получается, появляется вторая зона. Вторая зона, которая называется зона выклинивания подпора. И здесь же еще, кстати, но это нам сейчас не нужно. Есть вот это все в целом зона переменного подпора. Потому что здесь могут быть уровни низкие, воды мало. И вот, она длиннее. И потом вот мы смотрим, куда попало. Если попало вот сюда наш расчетный створ, значит берем те уровни, которые мы сочетали по основной реке. Если наш створ попал сюда, значит берем те уровни, которые с основной реки. Если наш створ попал между ними, то очень легко. Рисуем вот эту вот плавную кривую. В СП нашем, который вот по гидравидовским расчетам, не написано, как считать саму кривую. В СП есть расчет длины. Длины вот этого участка. Ну, можно сосчитать эту длину. И посмотреть вообще, какая она будет у вас там. 100 метров, 300, 500 или 2000 метров. Там, или 3 километра. Вот, тоже интересно. Вполне можно ее нарисовать от руки. Потому что те формальные приемы, которые по построению этой вот... Это просто сглаживающая кривая. Здесь она должна стыковаться. У меня, может быть, даже не очень красиво стыкуется, но вы, наверное, красивее нарисуете. Здесь должна стыковаться вот с этой наклонной линией, которая параллельно осредненному продольному профилю. А здесь она должна быть горизонтальной. Ну, и все. Здесь она втыкается, здесь она становится горизонтальной. То есть, такие вот. Или, если хотите, можно и рассчитывать. Вот. Способ расчета много где есть. Я не знаю. Наверное, есть в книжках лучший. Наверное, есть в книжках Лебедева. Вот я беру этот способ расчета. Он такой тоже гидравлический. То есть, там тык-тык-тык-тык последовательно. В книжке, которая называется «Общая и речная гидравлика». Авторы Спицын Иван Прокофьевич и Соколова Валентина Александровна. По этой книжке я учился в каком-то там в 84-м, 85-м, 85-м году. Я учился. Серенькая такая книжка. В РГГМУ. Тогда ЛГМИ. Городский интернет-ститут. Вот. Вот такая идеология. Понятно? Колени. И второй вопрос. Как быть, если задача сделать расчет по реке типа этой Каратайхи. Вот Каратайха большая. Имеющие пойму шириной 7-10 км. Делать профиль на всю ширину долины, сколько километров она не была. Или в таких случаях другой алгоритм действий. Коллеги. Ответ тоже такой длинный. Для того, чтобы делать морфоствор, то есть поперечный профиль на всю ширину дна долины, или поймы, надо убедиться, что мы здесь будем считать по шизи. То есть здесь гидравлика. Потому что морфоствор это частичка гидравлики. Ну как бы составная гидравлика. Вот. Сначала надо приложить все усилия для того, чтобы пройти по тому алгоритму, который я вам рассказывал так вкратце. Помните? Сначала мы отвечаем на вопрос. Нужны нам эти уровни? Выясняем. Нужны. Дальше мы отвечаем на вопрос. А нет ли какого-то авторитетного источника? Прямо авторитетного источника. Может быть, может быть, здесь уже вот в этом населенный пункт Каратайка в 21 километрах от устья реки Каратайка в Баренцевом море. Да, вот. То получается, вот, супер. То есть я-то это не сделал, а вы это сделали. То есть нам еще надо посчитать уровни воды по Баренцевому морю. Для того, чтобы убедиться, что эти наивысшие уровни воды, и что они не доходят у нас до сюда. Вот. И таким образом, по той же логике, которую я показал на предыдущем слайде, нам надо, значит, показать, что тоже, в какой зоне мы находимся. Если там вообще сюда приходят уровни воды, вполне может быть, если это плоско-плоско-плоско, если там перепад, там, 3 сантиметра на километр, то 20 километров, это будет 60 сантиметров перепада, если уровни воды, там, в Баренцевом море поднимаются, там, на 2-3 метра, то получается, что периодически сюда, вот, и вообще здесь Баренцево море. Может быть такое, может быть. А может быть, влияния нет, может быть здесь перепад, скажем, там, 1 метр на километр, 20 километров, это перепад 20 метров, а в Баренцевом море подъем, там, скажем, те же 3 метра, и, в общем, там он сам себе поднимается на 3 метра, А сюда, значит, здесь уклон по Каратайхе 20 метров перепад и не доходит вообще. Может быть. А может быть вот это предыдущий. То есть нужно сделать все то же самое по Баренцевому морю. Отлично, Салават. Точно. Вот. Потом. Если мы убеждаемся, что здесь Каратайха течет, что если Баренцевому морю влияния нет, вот вы ответили на этот вопрос. А может быть здесь что-то еще. Может быть здесь заторные участки, а может быть есть каталог заторных участков. То есть мы всеми силами прикладываем усилия для того, чтобы посмотреть, а вот знаем ли мы что-нибудь об этих уровнях. Вот. Может быть здесь... Ну, я не знаю. В общем, надо приложить все усилия для того, чтобы посмотреть. Потом. Смотрим, нет ли измерений. Может быть здесь есть гидрологический пост. Может быть он есть на... Есть ли влияние с Баренцевым моря. А Баренцевым море, скажем, там есть измерения, то мы оттуда и перетаскиваем. То есть никакого здесь морфоствора во всей той идеологии, которую мы до этого сейчас с вами рассмотрели. Вот в этом вот есть, вот видите, другой алгоритм действия. Алгоритм действия заключается в том, что мы сначала прикладываем все усилия для того, чтобы выяснить вообще, правомерно ли считать нам пашизи, надо ли нам считать пашизи. Или у нас есть уже какой-то другой причина этих наивысших уровней. И у нас есть какой-то другой ответ. И в общем, когда мы убедились, что все не срабатывает, то в самом-самом конце мы начинаем считать пашизи. И для пашизи, да, нужно пашизи. Другое дело, что, смотрите, делать профиль на всю ширину долины. Ответ да и нет. Если мы понимаем под этим, что делать профиль на всю ширину долины, имея в виду, что мы должны с нивелиром пройти 10 километров, то нет. Почему? А потому что сейчас уже так не делают. Это в советское время, когда не было... GPS, не было цифровой модели рельефа на весь земной шар, да, с шагом хотя бы там 30 метров. Когда, в общем, рисуете морфоствор где угодно. По любой цифровой модели рельефа. По гуглу, по... Скачивайте там всякие. То есть спрашивайте у топографов, где есть. Берете там... У вас уже это работаете по этому? Значит, может быть там есть 25-тысячники. Ничего, нормально. Вот с 25-тысячника аккуратненько сели и за 3 минуты, тик-тик-тик-тик-тик-тик, морфоствор построили. Никаких полевых работ, там 2 месяца, 2 дня, там пытаться привязаться, гонять какие-то... Вот. Мало того, это важная вещь. Морфоствор с 25-тысячника для гидравлики полезнее и информативнее, чем тот, полученный нивелиром в поле. Почему? Потому что в поле вы просто... Вы ничего не понимаете. Когда у вас ширина поймы 10 километров, вы куда-то идете, у вас какие-то провалы, какие-то ямки локальные. Вы аккуратно опрессовываете все эти микро ямки, все глажбинки и все такое. А вода о них не знает. Вода там не течет по этим ямкам. Потому что она по ним перекатывается. Это отдельная идеология такая. Надо отдельно еще раз гидравлику рассказать. В общем, смотрите, вода, она течет по верхушечкам. Если какие-то ямки даже есть, то там вода не течет. Там нет пропускной способности. По каким-то вот этим вот старичкам, всяким пониженецам, межгривным, все такое. Вот. И этот идеальный, хороший морфоствор, который вы делаете нивелиром, он все эти ямочки отрисовывает. А вода по ним не течет. Они не нужны. Вот этот сглаживанный поперечник, морфоствор, через долину, который вы рисуете с 25-тысячника, он лучше. Да, это непопулярное мнение. Да, это как бы в школе-то мне учат. В вузах говорят, да-да-да. Поле-то решает все. Вот. Но морфоствор с 25-тысячника лучше. Он лучше еще, например, потому что вы, глядя на 25-тысячник, вы интуитивно выбираете хорошее место. Вы там, в которое будет общее сужение. Общее сужение долины. Вы не будете делать вот тут, вы будете делать вот тут. Вы, мало того, вы за, не за 3 минуты, а за, там, 10 минут, вы можете сделать их 6 штук. Чик-чик-чик-чик. И выбрать, как называется, лимитирующий, то есть самый меньший. Тот, который как раз и будет вот определять протекание в целом воды по этому участку. Потому что морфоствор, он вот, его идея, идеология заключается в том, что вот он должен быть определяющим уровнем. Он должен быть вот лимитирующим. Он должен быть вот самым узким. Он должен быть таким вот самым, не только узким по ширине, но и таким вот низеньким. Поэтому, вообще, в идеале, хорошо бы иметь вообще вот любую мелкомасштабную цифровую модель рельефа, да. И на ней вот просто чик-чик-чик-чик-чик-чик много нарисовать и просто вот на них посмотреть. И из них выбрать. И все это гораздо ценнее, чем сделать какой-то профиль нивелиром, или там, тахиометром, или чем угодно в поле. На расстоянии 10 километров, в которые вы замучаетесь, там, для этого, ну, нужно, там. Вот. Вся эта детализация, она ни к чему. Вот. Не знаю, может, я не на этот вопрос отвечал. Поэтому делать профиль? Да, делать. Но в том... То есть, в идеологии, вот, могу еще раз повторить. Что сначала мы вообще выясняем, нужен ли этот профиль рельефа. А если нужен, то быстро его берем, вот, с мелкомасштабного материала, и все. И это хорошо. Коллеги, вот я ответил на тот вопрос, который прислали. Какие вопросы по этому вопросу, ему ответу, напишите. Спасибо. Спасибо.